любого числа, в конце концов, станут выше, ну, как бы, даже степени двойки, да? В конце концов, наверняка, перегонят все равно какое-то наперед-зададное число, даже если оно, там, перегон, перегон, перегон. Вот, в общем, в конце концов, вот перегнало, стало больше. Что в этот момент мы делаем? Мы делим, наверное, с остатком, правда? И при этом здесь оказывается результат деления, ну, например, альфа-2, вот это было альфа-1, будет альфа-2. Тут будет альфа-2, он может на n, а разница будет остатком, правда? Остатком. Значит, вот это вот то, что будет, остаток. Назовем его гамма-2, и он меньше, чем n, строго по определению деления с остатком, да? Ну, вот, по определению с этим, как и прочее. Прошло. Но если он вдруг 0, то ситуация завершилась, и эта дробь конечная, а следовательно, в нашем смысле, циклическая, зацикливалась. Ну, зацикливается на n. Если же n, тогда это какое-то положительное число меньше n. И чтобы продолжить, что мы делаем с ним? Умножаем. Отлично. Каждый раз умножаем просто на r, да? Умножаем на r, сравниваем, ну, допустим, сразу оказалось больше n, тогда здесь какой-то альфа-3. Умножаем на альфа-3n, вычитаем, и опять. Опять гамма-3 меньше n. Ну, либо закончилось все, тогда опять все как надо. Значит, вот теперь, смотрите, теперь вступает в силу важная информация, что на каждом новом шаге вот это будет одним из остатков отделения на n. То есть это, ну, если в какой-то момент был 0, ну, мы просто закончили тогда работу, да? Если какое-то нацело разделилось. А если никогда нацело не разделилось, то у нас возникают все время числа, только здесь n-1. А-а-а, так это не работает, да? Возьмите вот эту, да, и его пальцем стереть. Пальцем стереть ее. Сотрите. Возьмите ее сначала. Надо брусью, брусью. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мощно. Это мощно. Ну вот, синий, а пишет красный, красный синий, это цель синий. Значит, вот у нас, видите, так, у нас конечный список, вот этот список конечный. Знаете, что такое принцип Дерихрея? Принцип Дерихрея – это утверждение о том, что бесконечное количество кроликов нельзя распихать в конечное количество клеток. На самом деле обычно говорят, что там, R кроликов нельзя прихнуть в одну клетку, да? Но у меня бесконечное количество кроликов, потому что на каждом шаге возникает новый остаток. Но если когда-то ноль остаток, то мы все завершили. А вот если не ноль, то у нас будет бесконечное количество кроликов, и в какой-то момент что произойдет? Повторится, правда? На каком-то остатке, гамма там, например, 95 будет равно гамма 6. Цикл дальше очевиден, потому что в следующий раз R гамма 6 – это то же самое, что… То есть у вас здесь пойдет цикл уже, все. В этот момент у вас жадность правила загубила сразу слухомастер. И вот когда-то возникнет какой-то альфа… Да, там альфа, там альфа… И тут начинается уже…